Марина Ратина, которая много лет была продюсером знаменитого на весь мир мультфильма «Маша и Медведь», отложив все свои проекты, отправилась из Лос-Анджелеса в Будапешт помогать беженцам из Украины. Я родилась и выросла в Москве. Конечно, я совершенно не ожидала вот такого поворота событий безумного. И у меня очень близкие друзья в Киеве и семья в Чернигове. У меня семья и друзья в Москве, люди, которые выходят на улицу с антивоенными протестами, кого-то сажают, люди, которые рискуют своей свободой и своей карьерой. И, естественно, когда сидишь, и тут такое абсолютно дичачие события происходят, абсурдные масштабные события. И хочется найти хотя бы что-то, что ты можешь сделать, чтобы сделать мир лучше. Вместе с Мариной из Калифорнии прилетели врач-кардиолог американской клиники Марта Вакуленко и эксперт по программному обеспечению Вадим Ольшанский. Оба родом из Украины. Поступить иначе, говорят, просто не могли. Несмотря на все наши местные усилия, пытаться помочь как-то изменить поток событий, я чувствовала, что я должна сделать что-то еще, и мне хотелось быть ближе к людям. Я врач, и я решила, что как врач я тоже смогу сделать свой склад небольшой в это дело. И стала потихоньку пытаться организовать какие-то небольшие, как сказать, проекты на месте. Так вместе они создали целую мобильную клинику, которая оказывает помощь десяткам украинских беженцев в Венгрии ежедневно. Всячески помогают ему местные медики, владельцы компании и простые люди. Мы привезли 5 или 4 чемодана всякого добра медицинского. У нас врач, я медицинский ассистент. Вот Вадим у нас поддержка, информационная поддержка. Вот он там смотрит, выясняет дозировку, там все такое, заносит протокол. Потому что людям, очень-очень многим людям нужно выписывать лекарства. Они приезжают, буквально у них осталось 5 таблеток чего-то такого. А люди пожилые, у них скачет давлением. А многие люди уехали из дома, у них ничего нет. В их команде волонтерят и те, кто стал беженцем по неволе. Лиза была в Венгрии по работе, когда началась война. Я тут оказалась случайно. Я приехала 20-го числа и так получилось, что когда я должна была ехать домой, в обычную жизнь, вот началась война. И мы оказались здесь с группой людей. И мы тоже начали сразу волонтерить. Мы были здесь раньше, чем здесь были беженцы. Мы смогли раньше устроить все условия для того, чтобы начать правильно волонтерить, оказать правильную помощь, психологическую помощь, помощь гуманитарную, помощь в расселении людей. Они помогают беженцам найти крышу над головой, решают финансовые вопросы, лечат. Но есть у тех, кто бежал от войны, раны, рассказывают волонтеры, которые уже не залечить никакими лекарствами. Вот сегодня мы тут вот общались с женщиной, и вот у нее погиб сын. Я не знаю, что можно сделать, как извиняться и каяться, когда у человека погиб сын. Нужно объяснять ребенку, что такое война, и почему мы куда-то уезжаем, и почему у нас больше нет дома, и почему здесь дяди с автоматами, и почему перед нами расстреляли машину. Среди тех, кому Марина, Марта и Вадим оказали помощь, был даже целый табор. То есть это одни из самых бедных и необслуженных слоев населения. Также и в Венгрии, это тоже так, и в Украине. То есть это люди, у которых нет медицинского обслуживания. Очень теплые люди, благодарные, сплоченные. Видно, что чужие дети – это свои дети. Они живут этой своей большой общиной, и таким образом они намного лучше справляются, мне кажется, со стрессом, вот этих переездов, изменений. Как-то оно по-другому все переносится. В социальных сетях Марина Ратина и ее друзья рассказывают о своей волонтерской миссии в Венгрии. Теперь вот и их знакомые из Калифорнии в ближайшие недели также отправятся в Будапешт помогать беженцам из Украины. Спасибо.